Всем привет! Сегодня по вашим многочисленным просьбам я бы хотела рассказать вам о том, как я ухаживаю за своими волосами. Для начала неплохо бы знать, какой у вас тип волос. Мои волосы сухие, вьющиеся, с сечением на концах. Соответственно, эти знания я использую при подборе средств по уходу. Для начала, перед тем, как волосы вымыть, иногда можно нанести масла. Масла можно наносить на ночь, либо за какое-то время до мытья волос, например, за час. Какие масла я иногда использую на ночь? Например, кокосовое масло, либо оливковое. Конечно же, будет хорошо, если вы волосы во что-то завернете, чтобы не испачкать постельное белье. Масла, которые на час, конечно же, удобнее в применении. Они тоже наносятся под шапочку. На шапочку можно замотать чем-то теплым полотенцем и походить так часик, а потом смыть и, конечно же, почувствовать прекрасный эффект. Волосы от этого становятся мягкими, шелковистыми, послушными и много-много всяких плюсов вы увидите в использовании масел. Из последних я могу посоветовать вам вот такое средство. Домашние рецепты. Отличное масло, которое ускоряет рост волос. Нам его посоветовали на курсах парикмахеров. Выглядит это в виде вот таких ампулок. На одно применение, соответственно, одна ампулка. Вы просто втираете содержимое в кожу головы, ходите час в тепле, а потом смываете. Что касается мытья головы. Я пользуюсь шампунем от марки Индола. Шампунь, который увлажняет. Шампунь наносится два раза. То есть, первый раз вы наносите, смываете и второй раз также. Шампунь наносится исключительно на кожу головы. Не надо наносить его на все волосы. То есть, вы просто массирующими движениями как бы втираете его в кожу головы и смываете. После шампуня я использую маску. Не всегда, но чаще всего. Маску, которая обычно направлена на решение каких-то проблем. Устранение ломкости, сечения, сухости, питания, увлажнения и многое другое. Есть маски для роста также. Сейчас я в последнее время пользуюсь маской. Вот такая вот оранжевенькая, желтенькая. Фирма Next. Маска кератиновая. С натуральным йогуртом. Она волосы как бы немножечко дисциплинирует и увлажняет. Особенности нанесения маски также очень важны. Маску, в отличие от шампуня, нужно наносить именно на волосы, избегая кожу головы. Прямо отступайте от корней сантиметров 10. Далее наносим маску, держим положенное время и смываем тепленькой водичкой. Вода, кстати, во время мытья должна быть комфортной. Ни в коем случае не горячей и не такой, который прямо сходит пар. Это стоит запомнить. После того, как я смываю маску, обычно наношу кондиционер. Кондиционер у меня сейчас индола. Восстанавливающий. Держится он, по-моему, минуты-две. А далее смывается. Наносится также, как маска, отступая от корней волос. Есть такая небольшая хитрость, которой я пользуюсь. Кондиционер я смываю водой, которая холоднее, чем та вода, которую я смывала шампунь и маску. То есть, прохладной водичкой. Это помогает моим чешуйкам закрыться. То есть, кроме того, что сам кондиционер на это направлен. Также еще и температурой воды я способствую закрытию чешуек. Собственно говоря, использованием кондиционера как раз и заканчивается процедура мытья волос. Далее волосы необходимо чем-то промокнуть. Некоторые люди чаще всего используют, конечно же, большое махровое полотенце, которое, так знаете, как в фильмах заворачивают вот в тюрбан волосы и ходят. Это на самом деле вредно для волос. Я узнала сама когда-то. И лучше всего использовать какие-то легкие ткани, может быть, хлопчатобумажные даже, например, какие-то старые футболки. Это прям идеальный вариант. Есть даже специальные полотенца, которые предназначены для вытирания после мытья головы. Так вот, я использую старую футболку. Просто я также заматываю в нее волосы, но она легкая и не травмирует их. Когда волосы достигают той кондиции, что с них уже ничего не стекает, я снимаю футболку и наношу средство отсечения на концы. Средство у меня вот такой гель индола восстанавливающий. Совсем немножечко его нужно наносить. Если я планирую волосы свои сушить феном или в дальнейшем выпрямлять их утюжком, то есть подвергать какой-то тепловой обработке, тогда я, конечно же, использую средство термозащиту. Иногда это бывает различные спреи. Но сейчас у меня вот такая вот сыворотка. Она также нацелена на усмирение непослушных волос. Немножко их как бы выпрямляет. На мой взгляд, она немножко утяжеляет волосы. Поэтому наносить этого средства нужно прям самую-самую малость. Конечно же, я должна упомянуть о том, что очень важно правильно расчесывать волосы. На курсах парикмахерского искусства нас научили это делать. И после этого я только так стала их расчесывать. Раньше я знала, что, конечно же, надо начинать с концов продвигаться вверх. Думаю, это ни для кого не секрет. Но, оказывается, движения расчески тоже должны быть определенными. Они как бы повторяют дугу. Вот так вот. Такими движениями от концов, поднимаясь выше, мы как бы распутываем наши волосы и не травмируем их. Так, резинки. Конечно же, я понимаю, что мы все делаем красивые прически, используем невидимки, резиночки силиконовые, но все это очень вредно. Постараемся хотя бы в обычной жизни пользоваться вот такими вот резиночками Invisibubble, либо там, неважно, оригинал это или не оригинал. Самое главное, что, как заявляет производитель, они менее травмируют волосы. Хочется в это верить. В принципе, надеюсь, что это так. Даже на ночь я этой резиночкой волосы завязываю и ложусь спать. Ну, и еще, конечно же, скажу вам, что зимой, осенью, когда мы уже носим шапку, не стоит, наверное, выправлять свои локоны, красивые косы, как-то наружу, на улицу, а лучше их спрятать. Я именно так и делаю всегда, чтобы волосы от погодных условий не травмировались. Вот, собственно, и все шаги, которые я обычно предпринимаю для ухода за своими волосами. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите поподробнее узнать о каком-то средстве, или спросить про конкретную ситуацию у вас, я буду очень рада, если вы напишите мне в комментариях. Я с удовольствием отвечу вам и постараюсь как-то помочь. Спасибо вам огромное за то, что уделили свое время, посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И желаю вам хорошего настроения и всего самого лучшего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok